Сказал, чтобы мы тоже любили друг друга, Бога на первом месте заповедь, а друг друга как самого себя. Так написано. Так что имейте уважение и внимание друг к другу. Любите друг друга. То есть этим самым мы исполним заповеди Господние и будете на небе все со Христом, со всеми святыми. Так, сейчас вы будете готовиться к Рождеству Христову, к песнопению. Мы на этом закончим. Значит, на дом задание остается тоже. Прочитайте. Понятно? Так, еще мы хотели... Вот сегодня у нас стих такой. Что такое вера детей? Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидима. Вот этот стих тоже наизусть звучит. Повторим. Ну-ка повторили. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидима. Еще раз повторили. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидима. А, евреям 11 глава, первый стих. Евреям 11 глава, первый стих. Вот умницы. И о доброте тоже самое те стихи. Выучите все. В следующий раз будем спрашивать. А вы лучше записывайте их на бумажку. Запишите. И все. Ксюша здесь. Ксюша, вы репетировали дома? Я маме давала флешку. Репетировали. Все. Получалось петь, да? Все. Сегодня дроба там дам. Когда будете уходить, скажи я флешку вам дам. Ровненько сядь. Будем мы там. Знаете, мне надо, чтобы вы, наверное, развернулись. Сюда вышли. Там вы с бабы на это думаете, чтобы я вас с них видела. Находите сюда. У нас времени мало сегодня. Тарас в прошлый раз мне слова песни все хорошо сказал. А Нестор с Ивановым выучили слова? Да. Про солдата. Все. Сейчас посмотрим, какая первая выиграет. Какая это песня? Потихонечку. На концерте я громко включу, а сейчас тихо. Это тихо. Садочка врач. Да. В ночном саду прожарочный. Там будет после второго куплета проигрыш. А так все подряд поется. В ночном саду прожарочный светло. Побыстрее. Смотри наш мир и дом. Опоздали уже. Белое крыло. Слышите? Слышите? Мария держит сына на руках. Кто здесь без проигрыша? И осень греет чай. Вот ангелы, сказала пастуха, сейчас приду встречать. Кто у нас ангел? Я ангел. Вот ты в этот момент все не поют, а она скажет. Слышите? Дойдем. Вот ангелы, сказала пастуха. Сейчас придут встречать. Встречай. Все, ну это мы дома отрепетируем. Не болтай ногами. Сейчас придут встречай. Громко споешь одна, потому что здесь написано ангел им сказал. Сейчас придут. Кто придет? Пастухи. Он говорит, сейчас придут встречай. Запомнили? Вы в этот момент все молчите. Здесь проигрыш. В этот момент готовятся волхвы. Поднимите руку волхвы. Слышите проигрыш вот этот? Вы все приготовились и начинаете медленно так вот с верблюдами выходить. Вот так вот. Не так, что раз, два и уже пришли, встали. А так как бы вот на месте. Мире узлей кушает овес, в кистьях лежит Христос. Ослёнок носом тянется к нему, звезда глядит во тьму. Там совсем коротенький проигрыш был. Там буквально ля-ля-ля-ля-ля и все, и надо было начинать петь. Волхвы дары свои к нему несут. За ними важен след. Верблюды длинноногие идут. Но у нас верблюды пойдут прямо вместе с волхвами. Так. Потом после службы мы там порепетируем. Хорошо? Отдельно. Как будет выходить волхвы отсюда? Как будет Мария? Где Мария? Где Иосиф? Так, Мария и Иосиф кто у нас? Никто. У нас нет Иосифа. Кто будет Иосифом? А кто Мария? Вот, братья, кто будет Иосифом? Выбирай. Он старший. Раз у нас волх. Или Нестер, или Иван. Давайте Ваня. Давайте Нестер. Нестер. Ладно, Иван уже согласился практически. Так, теперь солдаты, выходим сюда. Извините. Надежда, подождите, Надь. Можно я на радио 100 расскажу небольшой викторину? Можно, даже нужно. Нужно же, Еня. Так, давайте проваля прям, чтобы вы не потревожили. Встаете вот так. Иван по центру. По центру. И вставайте так, чтобы не толкать друг друга. Отойдите от этого. Вы будете маршировать. С какой руки вам удобно идти? С левой. С левой. Обычно с левой. Обычно с левой. Ну-ка. С левой ноги обычно делают. Раз, два, три. И. Я не солдат называю. С левой ноги люди. Мальчики, надо... С левой ноги. С левой ноги. Где левая нога? Покажите. И три-четыре. То есть вот руку, ногу подняли. Три-четыре. Раз. 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 И с вами. Не, тарах. Ти-то другой раз. Четко. Не вот так вот с ручками. Ти-то. Четко. Вот так. Вот так. Да ладно, он не будет слишком топать, мама. Ну, сейчас не топать. Вот, смотрите, я не топаю. Вы. Что будете топать? Ну, как подпомаршируйте? Отойдите друг от друга, вы толкаете. Все вместе, чтобы не рука вместе ходила. Нестер, ты не видишь, как они идут? Подгрузки. Видишь? У тебя рука назад, а у него впилет. Подстройся под него быстрее. Переступи ногой, ты видишь? Сразу раз одной ногой, два раза сделал, и все, и попал в ритм другой. Думаю, порепетите. Все. Сейчас не топая, и песню поем. Три, четыре. Я солдат не в артиллеи, не в пехоте, не в кавалереи, И я не пилот самолета, я Иисуса солдат, я солдат. Не стреляю я с автомата, и не бросаю я гранаты, Но зато скажу вам, ребята, я Иисуса солдат, я солдат. И пошли. Ваня, как вы смотрите, Ваня начал, а вы оба под Варю подстраиваетесь. Видишь, у тебя рука с ним, у вас вот так рука должна вместе ходить. Понятно? Место. Смотрите за Ваней, или за ногой, или за рукой. Поставимся, Вань, ты начинаешь. Все в разной ногой. Вань, вы под Ваню можете подстроиться? Три, четыре. Вот Ваня начал, вы под него. Так, еще раз, он начинает. Пошел. Я солдат, не партилерий, не в пехоте, не в пехоте, не в пехоте. Я солдат, и тарактец пошел вперед. Чуть-чуть вышел вперед, ты за ним. Чуть-чуть. Тут кое-кого нету, но вы другим скажете. Прошлое воскресенье мы ездили, посетили Загуляевых. Если я не ошибаюсь, вот эта девочка была с нами. Аполлина Резвать? Да. И она дорогой пела. У нее есть слух хороший. И она пела, что? Гимн России. Так было, так есть и так будет всегда. Ну, как ребенок она с придыханиями такими. Ксюша сидела, вон она сидит. Но она не подпевала, она не знает. Дело в общем. Слово гимн. Некоторые не знают, что такое гимн. Я просто поясню. Гимн это самое высокое отношение к чему-то. Вот Расул Гамзатов был такой поэт. Он написал, я с работы возвращаюсь устало, там говорит, так легко и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебе жизнь, надеюсь, что это взаимно. То есть весной гимн поется Богу. Все птицы прилетели, трава растет, сходы всходят. Это гимн называется, торжественная песня. Вот, а Богу это 150-й псалом. Хвалите небеса, хвалите град, хвалите бездны, хвалите девы. Все до горы хвалит Господа. И вот этот гимн российский написал Сергей Михалков. Я чуть-чуть немножко скажу. Был первый гимн написан при Сталине. И он его писал. Он жил больше 100 лет. Ну, неверующий человек, коммунист. И он писал. Союз нерушимый, республик свободных. И нерушимый, он рухнул. И теперь поют. Так было, так есть, и так будет всегда. Не будет этого всегда. Не будет России, не будет земли, сгорит все на ней. То есть гимн этот неправильный составленный. Неправильный. Этот человек много сделал нехорошего. Когда кого осуждали, он везде голосовал, чтобы осудить, выслать из страны и прочее. Он один, который везде проникал, у всех. То есть голос его везде, когда против людей где-то был. Против писателей имеется в виду. Против Солженицына голосовал. Не так, как Белла Ахмади... 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 Мудельну, когда... Вот, она первая, что ли, жена была у этого. У Евгения Евтушенко. Там везде голосовало, не трогайте этих людей. Это гордость нашей нации. И я в то время написал слова на этот гимн. Слова. И послал туда, в Думу. Но приняли не мое, а приняли его. Но в мои слова, хоть я засчитаю, послушайте. Ни одного слова нет, которое можно было бы опровергнуть. Да встанет из праха, как прежде Россия. То есть Россия не один раз вставала, когда уже разлагалась. Под сенью Голгофской Святого Креста. Лишь в этом спасение и новая сила молитвой исполнит по слову Христа. Россия может быть другой, когда будет жить по Святой Библии. И припев. Отбросим гордыню безбожных мечтаний. Построить счастливое царство людей. Без Божьего слова все скрыто в тумане, под кровом приятных, но лживых идей. И спросим прощения и милость у Бога. Постом и молитвой загладим свой грех. Не нужно искать нам чужую дорогу. Пусть солнце любви воссияет для всех. И опять припев. Христа воскресенье над Родиной нашей. И звонко на колокольне набатом звучит. Что может быть лучше, святее и краше? Довольство и мир. Милосердие щит. Это я написал 15 декабря 2000 года. И вот я хотел, чтобы с вами занимается сестра Надежда. Вот, пожалуйста. Это вашу семью. Этим я уже дал. Дома остальные пусть перепишут. Это дроба там. Ваня, ты старше это, возьми. И перепишите каждый себе. Это тебе. Так, из другой семьи кто еще у нас есть? Вон еще. Чтобы на ущелье петь. Я прошу тебя это сделать. Вы как пели там наш Бог и Его прекрасным. У вас это получится. Но мотив прослушайте, как поется. Ну, чтобы не сбиться с мотива. Вот. Сегодня печальное было известие. Виктор Андреевич очень сильно заболел. Так, я попрошу коротко помолиться с детьми. Ваша молитва детская очень близка к Господу. Давайте помолимся. Виктор Андреевич, он всем всегда помогал. Господи, слава Тебе. Благослови брата нашего Виктора, лежащего на дре болезни. Восставь его. Припомни добрые его дела. Как он спешил на помощь каждому днем и ночью. Мы так обязаны ему. И нам будет плохо без него. Благослови всех болящих и Сергея парализованного. Дай ему силу и крепость все перенести. Твой дивный крест. И получить обещанное царство. Тебе, Боже, слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так, всего хорошего. Отошел. Сейчас уже все запоют, и мы пойдем. Может, можно подольше сделать? Батюшке тоже не нравится, да мне здесь долго. Служба же все-таки. Турки нельзя. Давай я дверь подержу. Слушаем музыку и начинаем маршировать, когда начинаются слова. Ну, пошли. Я сам. Не тупо. Не тупо. Не тупо. Тарас, ты не веришь, что у тебя рука не совпадает с вами? Твоя вот эта рука, даже с этой и вот это совпадает. Тарас, ты не веришь, что у тебя рука не совпадает с вами? Тарас, ты не веришь, что у тебя рука не совпадает с вами? Конечно, если бы я настроил, как тетка, ты бы так вот с вами пристрелил. Тарас, ты прям лёгком. Надя, можно я объясню, как это делается? Я же сержантся. Тарас, подержи. Подержи пока, я не опами. Так, смотрим, братья на меня внимательно. С левой ноги начинается, в этот момент левая рука отходит тоже назад. Понятно? То есть вот так, раз, у вас левая нога поднимается, а левая уходит назад. Там раз, правая, то есть поднимается, правая уходит назад. По одному вот тренируйтесь сейчас. Слева начинайте. Поднимается. Раз. Слева. Слева. Левая. Раз. 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 Два. Три. Левая. Левая. Мы после службы там с детской, что можно будет топать уже, потопаем, или на улицу выйдем, если тепло будет. Понятно? Вот как начинается, да-да-да-да-да-да. И приготовились. Левую руку, как дядя Валыш сказал, ногу сгибаем в левую. И раз, все вместе. Понятно? Дома тренируем. И если вы не совпаете, ты под вами подстраивайся. Он по центру стоит. Ты сразу раз, увидел, что ты не так ходишь. Раз, два, это немножко, чуть-чуть подождал, и вместе с ним. И ты под него, понятно? Все, следующую давайте песню. Левая, вы там дома с ними все вместе помашивуйте, втроем, четвером, чтобы получили. Это какая песня? Нет, это песня. Нет, это песня. Вот здесь минусовка, она не такая немножко, как сама песня. Если в песне мы, в целом мире торжество, наступило Рождество, наступило Рождество. В песне так было. А здесь надо будет, в целом мире торжество, наступило Рождество, наступило Рождество. Как бы растянутая вот эта песня. Можно ставить? Ну нет, ты не сможешь просто спеть под нее по-другому. А другой минусовки нету. Вот послушайте. Это, наверное, у нас будет, первое будет Рождество Крестова, А вот потом вот эта яркая звёздочка. Приготовили. Яркая звёздочка, нами бегали. Мама с улыбкой детей детям говорит. В целом мире торжество, наступило рождество. Наступило рождество. В целом мире торжество, наступило рождество. Наступило рождество. Это покажем. Точно? А, да. Рождество Христова, наступило рождество. Он везёт по небу, у меня вечно пел. Сыне люди, лекуйте все дни, торжествуйте мне Христово Рождество. Сыне люди, лекуйте все дни, торжествуйте мне Христово Рождество. Я ничем от Бога радость вам принёс, Что в пещере тёмной родился Христос. На Денцу придите дары, принесите нового рожденому. На Денцу придите дары, принесите нового рожденому. Ну всё, там уже поют, всё идти надо. Всё, выходим. Вы машки мне опять, я вам просто служба оставлю. Не нравится. Интересно. Тише, тише, крестов. Не хлопаем, заходим. Клиника там все простая, хорошо. Спасибо. Тише, 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 тише. Музыка. Горь, Galileo. Создание наше, Памяну, якопец, Здесь мы, человек, Яко трава дни, Бог, якор Святений, так Освятей, Якоду пройдет, И не будет, И не познает тому Место своего. Миложи Господне От века и до века На боящихся Его И правды Его, на сыне Сынов, хранящих завет Его, и помнящих Заповедей Его творития Господь На небесе уготов Престол свой И царство Его Всеми обладает Благословите Господа Все ангелы Его С сильной крепостью Творящее слово Его Услышите Благослови Благословите Господа Всех силу Его Слуги Его Творящее Его Благослови